Добрый день! Сегодня тема, опять же, диеты. Очень многие пишите мне, ну что ж, мы уже держали 5 дней диеты, что ж нам делать дальше? Я очень рада, что вы с большим вниманием отнеслись к этому. Вы любите себя, любите свою фигуру и хотите выглядеть хорошо перед летним сезоном. Но после этих 5 дней взвесились ли вы? Некоторые расстроились, очень мало сбросили веса. Да. А из-за чего? Из-за того, что вы ели хлеб, сладкое или не придерживались точно этой диеты. Но вы не расстраивайтесь. Даже то, что вы старались в течение 5 дней есть меньше, это уже достижение. Есть люди, которые не могут остановиться. Если видят что-то вкусненькое, рука обязательно тянется. То пирожное, то печенье, то какую-то конфетку обязательно пирожочек какой-нибудь, да съели. Ну, теперь будете знать, что вам надо есть овощи. Лучше овощи, чем конфетку. Лучше яблочко, чем пирожное. Вот смотрите, некоторые очень радуются. Значит, результат должен был быть минимум от 3 до 5 килограмм. Даже те, которые очень трудно худеют, они должны были бы похудеть на 3 килограмма. Но ничего. Теперь мы переходим на второй этап. Теперь нам надо сохранить то, что мы достигли. Желудок чуть-чуть уменьшился. Он уменьшится ещё больше, если мы будем питаться правильно. И каждый день мы будем с вами понижать свой вес. Минимум на 100 грамм. А это немало. Посчитайте за неделю по 100 грамм, сколько будет. Так что давайте начнём. Сегодня я сходила и купила для того, чтобы приготовить очень вкусный салат. Но наш салат не будет таким пустым, как бы некоторые говорят. Ой, в нём ничего такого нету, чтобы мы наелись. Во-первых, оно содержит очень много волокон. Во-вторых, вы можете разнообразить его. Вот смотрите, сколько продуктов. Начну я вам перечислять то, что у меня на столе. У меня йогурт 1,5% жирности. То есть он не совсем обезжиренный, но жирность пониженная. Творог, вернее шор, мы его называем шор. Это чуть-чуть подсоленный. Что-то между сыром и творогом тоже 9%. Не 18%, не 20%, а 9%. Купила я ещё хлебцы, потому что мы ещё с вами не пекли хлеб. Надеюсь, завтра я испеку из овсяных хлопьев хлеб. И мы будем дальше питаться хлебом, который будем печь сами. Он будет бездрожжевой. Купила я салат, айсберг, петрушку, лимоны, которые обязательно нужны нам, яблоки, помидоры. Вот ещё два сорта других салатов. То есть мы будем питаться овощами, зеленью, йогуртом обезжиренным, творогом обезжиренным. Нам нужен ещё розмарин. Если вы любите его, это очень хорошо. Если нет, то вам надо обязательно привыкнуть. Он очень хорошо сжигает жиры. Мне осталось только помыть их, а потом будем делать наш салат. Я всё аккуратненько вымыла. Теперь нужно высушить это всё. Для того, чтобы сушить, есть специальные аппараты. Такая вот ручная центрифуга. Набираем сюда промытую зелень. Ну, вы знаете, зелень сперва замачивают, потом её моют. Потом её минут 5-10 оставляем в чистой воде с уксусом. Дальше сливаем эту воду и вот теперь, как видите, прокручивая ёмкость, в которой зелень, в одну и в другую сторону, вода вся через дырочки собирается в нижней посуде. Сейчас я покажу, сколько туда собралось воды. Это для тех, кто не знает, что это такое, не видел или видел в магазине, а как пользоваться не умеют. Это в основном молодёжь. Так что те, кто знают, могут не смотреть. А те, кто не знают, посмотрите. Вот это всё делается так и очень удобная вещь. Правда, занимает место. Если у вас маленькая кухня, то подумайте сами. Нужно, надо покупать такое или нет. Ну, если нету, то тогда берём полотенце кухонное, вымытую зелень, складываем на неё и оставляем минут на 20-30, пока полотенчик или салфетка впитает в себя всю жидкость. Нарезаем зелень. Из стебельки и листочки всё идёт в салат. Стебельки очень хорошие, как говорится, депо для волокон. Теперь я нарезаю салат. Прямо руками обрываю листья, вот видите, и отрываю прямо кусками. Я знаю, обязательно кто-то напишет в комментариях. А что нельзя было использовать ножик, можно, почему нельзя. Если вы хотите, пожалуйста, делайте это ножиком. Но, когда вы рвёте вот именно так, салат остался, вы его не доели, он не будет выпускать свой сок. Жёсткие вот кончики, вернее, они более такие, жёстче, чем листья, их, конечно, можно отрезать и ножом. Здесь же, вот опять же, эти же места я обламываю руками. Он не выпускает свой сок, вы не думайте, что он разминается у меня под руками. Это не так, просто он отрывается, и очень-очень крупные куски, они меньше выпускают сока. Я взяла и салат айсберг, и взяла горчичный салат, там был. Всё вместе, как бы, ассорцы. Зелень вы видели, вот, видите, можно положить сюда пёрышко зелёного чесночка, но зелёный лук я не советую. Дело в том, что после лука, как бы, открывается аппетит, и вы больше хотите есть. Поэтому лук желательно не класть сюда. Вот ещё один сорт салата. Его пришлось резать ножиком, потому что он не рвётся. Это остатки зелени, ну, вроде бы всё. Теперь мы сюда добавим, вы увидите, что... Дело в том, что салат-то мы едим без хлеба, но мы хотим наесться. Просто салат съели, и где-то через час вам, конечно же, захочется кушать. Мы же сюда добавим вместо хлеба крупу. Какую, дальше вы увидите. Сейчас нарежу огурцы, шкурочку не снимая, нарезаем довольно-таки средних размеров, не будем мы его сильно измельчать. Дело в том, что, когда всё крупненько, вам приходится жевать дольше. Когда вы жуёте дольше, у вас появляется насыщенность, как будто вы наелись. Такое чувство, что вы уже наелись. То есть, когда едите, не торопитесь. Чем дольше вы будете жевать, тем лучше для вас. Ваш мозг получит сигнал, что вы едите, вы наелись. Помидоры тоже мы нарезали. Нам понадобится ещё пол лимона, вернее, сок половины лимона или одна столовая ложка лимонного сока. Желательно свежего лимонного сока, а не консервированного, не из бутылки. Если же нет ни лимона, ни сока, тогда, пожалуйста, возьмите яблочный уксус. Одна столовая ложка. Я выдавливаю сок. Лимон оказался с толстой шкуркой, поэтому сока не так уже много. Ровно одна столовая ложка. Мы добавим сюда красного перца, острого красного перца. Он необходим для того, чтобы мы могли сжигать наши жиры. Но смотрите на ваше усмотрение. Любите очень острые, можете положить больше. Лучше всего не перебарщивать, чтобы потом не страдал желудок или кишечник. Теперь, вот это гречка. Это сырая гречка. Здесь одна треть стакана чайного. Я заранят варила и остудила гречку. Она уже у меня готова. Когда варим гречку, соль не кладём. Теперь, вот это всё высыпаем на наш салат. Мы-то салат будем есть без хлеба. Мы хотим наесться. Сейчас время обеда. То есть, этот салат вы можете есть на обед, на ужин. Или же даже на завтрак, смотря кто как питается. Соль не добавляем ни в салат, ни в гречку. Заменяет соль лимонная кислота. То есть, лимонный сок. Вот сейчас заливаю прямо сверху гречки. И всё. Теперь всё надо перемешать. Масло я тоже не добавила. Но если вы хотите масла, можете положить одну столовую ложку. Желательно оливкового. Теперь всё хорошенечко перемешиваем. И наш салат готов. Здесь салата хватит на две порции. Так как я одна. Сейчас возьму тарелку. Выкладываю туда столько, сколько мне хочется. А остальное останется на ужин. Из-за того, что нет соли, он не пустит свой сок. Он не обмякнет, не станет некрасивым. А останется очень-очень вкусным. И в хорошем состоянии, как говорится. Сверху я наливаю гранатовый сок. Как видите, он концентрированный. Мы его с вами готовили осенью, когда было очень много гранат. Выжимали сок. Варили гранатовый сок. Если хотите, можете посмотреть. Вот здесь, по этому адресу, это видео. Приятного аппетита. Следующее видео будет посвящено сладостям. Да, диетическим сладостям. То есть, вы не будете кушать конфеты с магазина, а приготовите их сами. Полезные, вкусные конфеты. Ну, а теперь хочу попрощаться с вами. Пожелать вам крепкого здоровья. Худейте на здоровье. Худейте, чтобы это не вредило вашему здоровью. Делитесь видео и заходите ко мне ещё. Я вас буду ждать. А пока, пока-пока. Пока-пока.